Общежитие номер один Брестского государственного технического университета, но очередь здесь образовалась не из-за какого-то студенческого мероприятия. Все, кто сегодня здесь, хотят сдать кровь. Не за деньги, хотя у студентов лишними они точно не будут, безвозмездно. Просто для того, чтобы помочь незнакомым, но нуждающимся людям. В техническом университете такие акции проводятся довольно часто, раз в три месяца. Это дело благородное. Делаем добрый поступок, хороший. Каким-то людям со временем понадобится наша кровь. Да и тем более здесь большинство сдающих людей, они занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, и кровь у них, естественно, лучше, чем у большинства других людей. Акции с участием телевидения, как происходит сегодня, наверное, происходят раз в год, примерно в таком вот масштабе. Но студенты – это основные, наверное, доноры, которые обеспечивают медицину, кровью. Это происходит постоянно, это непрерывный процесс. В акции «Безвозмездное донорство» начинается с меня, которая приурочена ко Всемирному дню донора. Приняли участие студенты и преподобатели вуза, сотрудники Центральной городской поликлиники и организаторы коллектива Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Сдача крови приносит пользу и донору, потому что у него стимулируется иммунитет, стимулируется кроветворение. Ну и вообще донорство – это благородный поступок, потому что если человек сдаёт кровь, значит он спасает кому-то жизнь. Сегодня Брестская область – лидер среди других регионов Беларуси по безвозмездному донорству. В этом году на бесплатной основе сдали кровь уже свыше двух тысяч человек. В 2018-м – более пяти тысяч брещан. Мы должны иметь постоянный запас крови для того, чтобы обеспечить лечебные учреждения в плановом, как и на случай чрезвычайных ситуаций. Поэтому этот процесс постоянный, непрерывный. Большое всем спасибо тем людям, которые присоединяются и понимают, что нужно развивать безвозмездное донорство крови. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович и Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.